МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что ждет фанатов в этом году? Мы сейчас спросим у Евы Самсоновой, руководителя проекта «Рок над Волгой». Здравствуйте, Ева. Здравствуйте. Спасибо, что в таком напряженном графике подготовки к фестивалю нашли время, чтобы прийти к нам и рассказать, что же ждет фанатов в этом году. Вот скажите, когда все начиналось 5 лет назад, вообще думали, что будет такой масштаб? Нет, ну говоря откровенно, у нас откровенный достаточно разговор, когда 5 лет назад пришла такая идея провести фестиваль, то мы даже не подозревали, что сразу с первого года существования мы возьмем достаточно высокую планку, и на карте фестивалей наш фестиваль будет не очередным фестивалем, а действительно самым крупным. И в первый год, я хочу напомнить, что на фестиваль приехало 178 тысяч человек, и когда в 3 часа дня у нас уже, извините, закончилась вся еда, потому что такого количества зрителей никто не сдал, мы взялись за голову, и уже, конечно, самым, наверное, сложным для нас был второй год, когда мы поняли, что мы делаем. Ну и потом уже потихонечку мы начали учиться тоже сами у себя, потому что, к сожалению или к счастью, аналогов таких у ПНРов одного дня не существует в мире. Безусловно, есть крупнейшие фестивали, они проходят и в Германии, и в Англии, и все названия их знают, но это фестивали, которые идут несколько дней, когда у организаторов есть возможность привезти дополнительную еду, сделать какую-то смену декораций. У нас все происходит в режиме нон-стоп, но, наверное, примерно так же, как на вашем телеканале. Вы меня понимаете. Действовали с колес, можно сказать. Ну, мы действуем, но надо отметить, что у нас действительно команда профессионалов, и слава богу, что команда достаточно стабильная. Это лучшие специалисты по звуку, свету, это лучшие специалисты, которые занимаются постройкой сценических конструкций, потому что в этом году мы всегда же хотим больше, как все творческие люди, мы не стоим на месте. В этом году наша сцена высотой 21 метр, это практически там с 8-9 этажный дом. В длину она порядка 60 метров, и в глубину 52 метра, потому что есть еще отдельная зона загрузки технического оборудования. Поэтому мы растем, мы развиваемся, мы стараемся. Но известно, что вот сцену как раз диктует хедлайнера этого года, это группа Рамштайн. Я хочу опять же отметить, и я говорю об этом на протяжении 5 лет, что каждая группа, которая в этом году и в прошлом году поднимается на сцену фестиваля, она тоже своеобразный хедлайнер. Потому что огромное количество поклонников и у группы Алисы, и у Кипелова, и у Бориса Гребенчукова. Безусловно, хедлайнерам принято считать по мировой практике те коллективы, которые закрывают фестиваль. Но исторически три года подряд фестиваль закрывал Константин Кинчев. Был даже момент, когда сначала выступал Дипепл, потом выступал Костя. Но у нас все хедлайнеры. И в этом году мы к юбилею, конечно, подготовились и привезли, и привезем, позвольте, еще это будет, звезду мирового уровня. Это прямиком к нам летят группа Рамштайн. У них сейчас как раз идет череда европейских туров. А почему именно о ней? Вообще-то сложно было уговорить немцев? Ну, это, опять же, к вопросу про... Это наша профессия. Мы хотели, чтобы это была звезда номер один. И когда осенью мы подписывали контракт, был перечень коллективов, которые в этом году могут, мы остановили свой выбор на группе. А группа, в свою очередь, остановила выбор на «Роке над Волгой», на Самарском фестивале. Ну, потому что это действительно уникальный фестиваль. Это фестиваль... Дух захватывает, когда ты видишь со сцены такое количество зрителей. И я думаю, что сегодня те, кто не было, или те, кто было, есть возможность вспомнить. Мы же сегодня покажем какие-то кусочки. Конечно, давайте прямо сейчас посмотрим, а мы сюда были моменты фестиваля, чтобы понять, о чём мы говорим. Привет, Собару! У вас уже достаточно много. Молодцы! Как настроение? Я так рад, что уже третий раз здесь нахожусь вместе с вами. Мне очень приятно, очень здорово. Спасибо! Слава рок-н-роллу! Рок-н-ролл жил! Рок-н-ролл будет жить! Рок-н-ролл! Рок-н-ролл, прыгнись! Волка гуляет! Я уже не первый раз на таком фестивале, уже третий раз, да? И всегда, ну то, что лучше и лучше, всегда отличает фестиваль Рок-н-ролл, гопарсионализм тех людей, которые его подготовили. То есть это с душой, соответственно. И музыканты все мои друзья практически, и все хорошие, и звук хороший. И народ, который, соответственно, пришел на фестиваль, тоже замечательный. С каждым годом фестиваль все лучше и лучше. Удачи! Ну, чтобы он был, чтобы он развивался, чтобы какие-то искушения, которые всегда бывают при всяком добром деле, чтобы они как-то вот развились. Ну, и чтобы много-много было добра и мира, света и любви. Чтобы те люди, которые пришли сюда, ушли чуть-чуточку добрее, светлее и лучше. Предлагаю продолжить немножко про Рамштайн. Вот у таких групп очень серьезный райдер. Что затребовали? Вот расскажите нам за кулись немножко. Ну, опять же, я могу сказать, что ничего в райдере нет, никаких нет капризов. Их просто к нам приезжает в Самару 60 человек, огромное количество обслуживающего персонала. Специально 44 человека из России, им только в помощники. И это на сцене стоит, как правило, зритель видит там 4, 5, 6 артистов. А команда людей, которые работают на группу, огромная. Были, конечно, своеобразные нюансы. Мы им объясняли о том, что это просто поле. И по райдеру у них, например, определенное количество стиральных машинок. Я так пошутила, что мы, может быть, вам хендвош можем устроить, но стиральные машинки в поле мы точно ставить не будем. Но на самом деле они, как творческие люди, в основном делают акцент на техническую составляющую. И главная задача наших специалистов, продакшн-специалистов, была делать так, чтобы уместить на одной сцене фестиваля и сложнейший, и с технической точки зрения, в первую очередь, райдер группы «Рамштайн». И я говорила вам уже до эфира, что только вес сценического оборудования группы составляет 27 тонн. Только группа «Рамштайн». Я не беру сейчас оборудование тех российских коллективов, у которых тоже есть, естественно, свой райдер. И наша была задача сделать такую правильную сцену, чтобы все уместить, потому что, если вы заметите, то на других фестивалях 2, 3, иногда и 8 сцен. Одна маленькая, другая маленькая. А тут одна. А мы не размениваемся по мелочам. У нас одна большая. Фестиваль набирает обороты, популярность. Как составляется плейлист? Создается впечатление, что такое жесткое сито, только звезды? Да, так и есть. Это не впечатление. Это праздник. Фестиваль «Рок над Волгой» прежде всего посвящен государственному празднику, Дню России. Он проходит в честь Дня России. Мы в этом году хором будем петь гимн России. Это не пластиковый патриотизм. Я просто сама патриот, и вся команда людей, которые работают на поле, начиная от, мы их даже волонтерами называем, начиная от наших ангелов, это ребята из Самары, которые в футболочках ангелы, если тебе нужна помощь, спроси меня, как. Они помогают лицам с ограниченными возможностями добраться до подиума инвалидов. Они стоят и раздают бесплатно воду. Это целая команда людей. И поэтому люди, которые приходят в этот день в Самаре на фестиваль «Рок над Волгой», они сразу получают удовольствие. С утра и до вечера. И мы так и просим наших хедлайнеров составить так плейлист, чтобы это были известные, любимые песни. И, ну, господи, приведу последний пример разговор с директором Валеры Кипелова. Я говорю, ну надо спеть, я свободен. Он говорит, ну не включай мы уже, я свободен наш репертуар. Но в Самаре мы споем на все. Кипелов, по-моему, говорил в одном из интервью, что он никогда не выступал перед такой огромной массой народа. Не нашествия, не олимпийские, не сомнение. Ну, я еще раз говорю и повторюсь, что мы не гонимся за какой-то массовостью. Главное – это качество. Но мы счастливы, что наш фестиваль любят. Мы счастливы, что люди едут в Самару, в Самарскую область. И я знаю, что я читала, что в прошлом году, по-моему, Самара вошла в десятку самых популярных туристических регионов. И благодаря Руку над Волгой, в том числе, и мы очень этому рады. Народ будет приезжать, наверное, не на один день из других городов. Очень много маршрутов. Ну, говорят, что места уже в гостиницах Самары уже нет. А в палатке? Ну, у нас фестиваль одного дня, и поэтому официального палаточного городка у нас нет. Безусловно, мы понимаем, что это может быть. Но в основном, конечно, все останавливаются в гостиницах или в квартирах. Очень много туров сейчас в Самару. Люди садятся в автобус. Заходите в интернет, поездка в Самару, на фестиваль Руку над Волгой. Огромное количество групп в социальных сетях. Там какое-то количество денег ты плачешь, приезжаешь, ты целый день на фестивале. И счастливый, и довольный ты опять садишься в этот автобус. Я знаю, что мы уже выписали порядка 400 пропусков только для таких организованных автобусов. И, конечно, огромная нагрузка ложится на полицию, на те службы, которые осуществляют безопасность в фестивале. Мы работаем в едином ключе, мы предоставляем друг другу всю необходимую информацию. Для того, чтобы в первую очередь и зрителям было комфортно, потому что на каждом КПП у нас рамки металлоискателей. И я хочу обратиться ко всем гостям фестиваля Руку над Волгой. Будьте, пожалуйста, предельно внимательны и к себе, и просто к тем требованиям, которые мы просим осуществить. Я говорю, на Руку над Волгой налегке. Вода у нас бесплатна, кафе у нас работают. Подскажите, что брать, что не брать, и что отнимут, если проходить металлоискателей? Вам воду изымали в прошлом году? Стандартная процедура, как будто бы вы летите куда-то в отпуск или идете на футбол. Абсолютно стандартная процедура всех массовых мероприятий. Это общемировая или европейская практика. Мы просим не брать с собой никакие колющие и режущие предметы. Понятно, что керосинки, газ и те элементы, которые с точки зрения сотрудников охраны могут повлечь какие-то увечья. Мы просим взять хотя бы ксерокопию, на всякий случай, какого-то документа, головной убор, в случае, если это жаркая погода. Мы просим зарядить свой мобильный телефон, для того, чтобы всегда была возможность связаться с родными. Но мы справляемся с моментами безопасности. И опять же, не несите воду, у нас бесплатная раздача воды на фестивале. Это лицензированные бойлеры, три точки раздачи воды. Опять же, наши ангелочки выдают всем схему фестиваля. И те люди, которые были, уже прекрасно знают, ну, если уж хочется взять с собой какую-то еду, ну, возьмите яблоки, сухофрукты, орехи. Та пища, которая вечером у вас просто не испортится. Это просто, опять же, момент элементарный. А приходилось ли в прошлом году усмирять особо разгоряченных поклонников рок-музыки? Ну, я буду откровенна, что во время проведения фестиваля я нахожусь за кулисами и работаю как выпускающий режиссер. Потому что тайминг у нас живой. Мы должны закончить 23.00. Это живой концерт. Десять минут есть на каждую группу. А плюс гости. То есть приходится кого-то урезать? Ну, как правило, как правило, мы один раз только вышли с графикой. То это был форс-мажор, это был 2011 год, страшнейший год. Когда две недели подряд были проливные дожди, мы тонули. И за ночь до фестиваля у нас водой был залит пульт. И это было очень тяжело. Но, опять же, спасибо и правительству Самарской области, и городу Самары. Нам продлили действия электричек и автобусов. И пока все не уехали, зрители, мы, как говорится, в едином порыве. Наверное, без такой поддержки взаимодействия невозможно было бы организовать такую... Я могу больше сказать, что без поддержки правительства подобные мероприятия организовать просто невозможно. Я уже говорила про доставку зрителей. Идут дополнительные электрички и автобусы от Барбошины Поляны, с площади Кирова. С 9 часов утра, каждые 4-5 минут, отправляется организованный автобус. Будет перекрыта часть дорог, потому что и полоса движения, конечно, в приоритете едут люди, которые на автобусах. С железнодорожного вокзала Самары и Тольятти также отправляются электрички. Вся подробная информация, вот такая, есть на... В детали. Да, вся информация в деталях. 3W, урок над Волгой.ру, и схема проезда, что можно, что нельзя. Схема фестивалей, график выхода на сцену артистов. Все, что хотите. Посоветуйте, стоит ли рисковать и бросать машину в поле? Вот многие мои знакомые поступили именно так в прошлом году. Ну, я думаю, что бросать машину в поле не придется. Есть специальная парковка, которую отщебенили для порядка, по-моему, 10 тысяч автомобилей мы припарковали в прошлом году. Но в поле есть возможность, если у вас полный привод, бросайте, что хотите. Но я бы свою автомашину не бросила. То есть лучше электричка, а лучше... Ну, электрички ходят, но опять же, если люди с пониманием относятся к тому, что я думаю, что в Самаре люди привыкли стоять в пробках, я вот как гость в Самаре могу сказать, что я даже уже привыкла. Ну, как любое массовое мероприятие, неважно, проходит оно на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге или на Красной площади в Москве, пробки есть всегда, даже когда ты из супермаркета выезжаешь в выходные. Поэтому... Напоминаю нашим зрителям, что в гостях у программы «Город С. Ева» Самсонова, руководитель проекта «Рок надо Волга», давайте сейчас немножко еще окунемся в атмосферу фестиваля. Небольшой кусочек. Рок-н-ролл «Волга» Громом разбудит И вечный покой Свои берега Мы идем в «Волга» Свои берега Мы идем в «Волга» Жди, скоро будем Чувствуешь ритм Наши шагов Рок-н-ролл «Волга» Громом разбудит И вечный покой И вечный покой Мои берега Рок-н-ролл «Волга» Ева, предлагаю продолжить по плейлисту, по репертуару, который в этом году. Кто ведущий? Кто будет зажигать эту многотысячную толпу? Ну, опять же, я хочу вам сказать, что ведущие – это не закрывание пауз на фестивале «Рок над Волгой», это душа фестиваля Не ставим себе звезды все Нет, надо опять же признаться, у нас же юбилей, 5 лет, у меня сыну 5 лет, это фестивалью 5 лет, вот такой вот ребеночек Как вы, интересно, совместили удалось Ну, да, да, да Главное – положительная энергия в космос В этом году у нас будет Сергей Галанин, это лидер группы «Серега» и Олег Горкуша, он пятый год на фестивале, такая наша звездочка Талисман, может? Да, у нас еще есть талисман – это Борис Борисович Гребенщиков И «Рок над Волгой» был первый фестиваль после долгого молчания, когда он тогда… А у вас вообще особые отношения между Гребенщиковым и «Роком над Волгой»? Да, и он вообще очень любит, я бы даже сказала, у него особые отношения с Волгой Он любит этот город, он любит зрителя, он, мне кажется, здесь есть какое-то место силы, в это у него спросите Не ко мне вопрос И также пятый год подряд опять же к нам приедет Костя Кинчев и группа «Алиса» и Олег Горкуша пять лет И впервые на сцене фестиваля Сережа Галанин И сложно нам найти ведущих, потому что я помню реакцию Константина Хабенского И это реакция, скажем так, любого нормального человека, когда он выходит на сцену и у тебя просто пропадает до речи Это просто город перед глазами Ты видишь десятки, сотни тысяч людей, это огромное количество флагов, флаги России, потому что, еще раз говорю, наш фестиваль посвящен Дню России Люди объединяются, и Сибирь, и Дальний Восток, и Урал, и Центр, Казань, Южкорола, ты смотришь огромное количество флагов Дима Дюжев, к сожалению, он не смог в этом году приехать Поэтому посмотрим, мне кажется, что это будет отличная пара ведущих Люди, которые с удовольствием будут представлять наших артистов И посмотрим, посмотрим, боюсь загадывать Реально нереальное ощущение, когда такая толпа неформалов поет гимн России Вот мороз по коже, честно И мороз по коже, да, и в этом году мы решили, что мы споем наш гимн вместе с хором Опять же, посмотрим, как это будет на практике И мы даже с режиссером специально на экранах опускаем, как караоке, слова Пусть люди знают свой гимн и поют его на все поле хором Это же прекрасно Вот интересно, может, неудобный вопрос задам На пресс-конференциях вы как-то говорите с артистами заранее? О чем можно говорить, о чем нельзя? Потому что журналисты создавали в прошлом году очень... Цензуры на фестивале никакой нет Фестиваль абсолютно, вот как я говорю про песню «Я свободен», как поет Валера Кипелов На этот фестиваль бы половина артистов не приехала, если бы здесь была бы какая-то цензура Мы свободны и мы никого ни к чему не призываем Я тоже, в свою очередь, единственное, о чем я прошу Я не хочу, чтобы со сцены были какие-то призывы к митингам, к восстаниям Говоря откровенно, мы уже все устали от этого Давайте просто отдохнем, давайте отметим вместе такой чудесный праздник Давайте дети будут играть Папы играть, может быть, в футбол, а дети в дартс И поэтому никакой цензуры на фестивале не существует С детьми можно ехать, сразу скажите Да, но опять же, только в сопровождении взрослых Если вы едете с детьми какого-то возраста 6-7-5 лет У нас отдельный детский городок, кто был тут знает Опять же, вся информация на rocknadvolga.ru Аниматоры работают, специальные палатки, опять же, водичка Деткам нравится В этом году, наконец-то, в программе «Рок над Волгой» появились самарские коллективы Это русский народный хор имени Петра Милославова и дуэт «Баян-микс» Почему такой выбор? Дело в том, что за дуэтом «Баян-микс» я лично уже давно наблюдаю Отличные ребята и чемпионы мира по баянам Вот казалось бы, да, можно быть чемпионом мира по футболу, а можно быть на баянах И они сыграют, я знаю, опять же, мы им ничего не диктуем Они ребята творческие, очень талантливые Говорят, что они будут играть и сидись на баянах Посмотрим, мне самой жутко интересно Пусть тоже для меня хоть какая-то будет доля сюрприза Баян абсолютно рок-н-ролльный инструмент И, кстати, в том году у нас был Игорь Растеряев Он просто один, парень с гармошкой, это немножко другая эстетика Посмотрим, а что касается хора, я уже говорила, что мы вместе споем гимн России И также это была их инициатива, они споют песню «Осень» группы ДДТ Ну классно! А у молодых исполнителей есть шанс когда-нибудь выступить? У молодых и любимых известных И это не зависит от их географии Еще раз говорю, у нас у фестиваля свое лицо, свой формат, свои правила Так же, как есть правила в любой семье Есть огромное количество фестивалей, где есть вторая, третья, четвертая сцены То, с чего мы, собственно, и начинали И если артист уже становится любимым и популярным И его песни узнают и слушают Мы с удовольствием приглашаем И будем надеяться, что состав наших участников будет молодеть И я желаю всем молодым артистам вдохновения И, может быть, простой человеческой удачи А в ВИП-ложи 7 тысяч рублей, почему так дорого? Это не дорого Нормально? Я вам могу сказать, что у меня была сначала такая же реакция, как у вас Но когда я увидела динамику продаж, я поняла, что продешевелее Все места уже заняты Ну, практически, да Но там дополнительный комфорт, вы тоже поймите Все оборудование, мы можем об этом сейчас говорить Все ведется к огромным количествам фур из Москвы И мы на этом не делаем особый бизнес Это две трибуны с крышей Это отдельная зона безопасности Это отдельная зона ресторанов Это свои генераторы, свое обслуживание и так далее, и так далее, и так далее И мы не можем сделать ВИП-зону на 4, 5, 6, 7 тысяч мест Мы ограничены всего двумя трибунами, по тысяче мест каждая И спрос диктует предложение, и поэтому вход на фестиваль абсолютно свободный Но если ты имеешь такую возможность и хочешь приобрести определенный комфорт То, пожалуйста, опять же, я могу сказать, что это абсолютно среднеевропейская цена на ВИП-услуги Я бы три минутки до конца программы Давайте еще немножко окунемся в атмосферу фестиваля И, наверное, убедимся, что главное это не комфорт все-таки, да А вот этот заряд энергии, который может получить каждый, который приедет 8 июня На поле к поселку Петра Доброва и примет участие в фестивале «Рок над Волгой» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо! В этом году юбилейный фестиваль, повторяюсь, 5 лет Сюрпризы будут, кроме этих заявленных исполнителей, что-нибудь приготовили для зрителей? Да, у нас будут, конечно же, сюрпризы, но, как правило, опять же, это же рок-фестиваль, это свобода И две недели назад мы созвонились с Шурой из Би-2 и у нас просто в спонтанном разговоре «Давай Настю привезем Полеву» И вот они уже дальше соединены, будет дуэт И вы знаете, если осталось действительно две минуты, я бы, знаете, на что хотела обратить внимание, что двери фестиваля откроются уже в 9.30 утра И я очень хочу попросить всех все-таки зайти на сайт, посмотреть, что можно, что нельзя, во избежание каких-то, да, негативных моментов С 9.30 мы открываем наши двери, и поэтому хочется сказать, что всем желаю хорошего настроения И просто получить действительно и, можно сказать, и эстетическое, и физическое, и эмоциональное удовольствие от фестиваля И присоединиться к нашему большому празднику, который мы вместе все отмечаем здесь в Самаре Я планку в 400 тысяч, да, стоприотолит? Не знаю, не загадываю, посмотрим Вообще это стихи или как-то можно прогнозировать количество? Невозможно прогнозировать, но, опять же, могу сказать, что пропусков для иногородних автобусов в этом году выдано примерно на 30% больше Все, что, все цифры, которые я вам могу сказать Понятно Но главное не цифры Погода Не пугаться дождей? Вы знаете, как я говорю, матч состоится в любую погоду, но мы научились, наверное, преодолевать очень много при подготовке к фестивалю И мы все структурируем погоду Иногда это смотрится как действия шаманов и сумасшедших Но я сама, лично, и все мы, и артисты, и оргкомитет, мы все посылаем в небо И уже зрители, которые были, знают, что на первых песнях мы просто, если даже есть тучки, то они разбегаются В прошлом году, подтверждаю, тучки были, чуть-чуть накапывала, а потом все исчезло Да и в позапрошлом тоже самое Приходите с хорошим настроением, будем вместе тучи разговаривать Ну, кстати, сама поля, она прекрасная, мне кажется, она так быстро впитывает влагу и сухо Да, хорошее поле, хорошее поле, доброе, прекрасное поле Я в минутку до конца Вот многие знакомые раньше меня спрашивали, на грушу поедешь, сейчас спрашиваю, на рок над Волгой поедешь Вот если кто не ездил, зачем ехать, скажите нашим зрителям Ну, мне кажется, что мы должны к чему-то стремиться И всегда, я сама по себе хочу сказать, что мы должны открывать для себя что-то новое И рок над Волгой – это возможность почувствовать тот мегаватт звука, который вы не почувствуете ни на одном фестивале Просто окунуться в эту атмосферу Приезжайте, я не могу вас зазывать, но это удивительное ощущение Не только от музыки, но и от самой атмосферы, но и от того праздника, который мы делаем вместе с правительством Самарской области Спасибо за поддержку Спасибо, Ева, что пришли, я надеюсь, что за эти 30 минут мы немножко сумели передать эту дожигательную атмосферу Так что до встречи, думаю, встретимся у поселка Петра Дуброва 8-го июня Приезжайте, да, приезжайте А пусть увидимся там где-нибудь в толпе, но главное, получим удовольствие Всего доброго, это была программа «Город С» У нас в гостях была Ева Самсонова, руководитель проекта «Рок над Волгой» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин